Так вот, хороший, наверное, для многих будет вопрос актуальным, Ириско, ник такой, телеграмм. Нахожусь в чувстве обволакивающей замкнулисти. Несколько раз подряд и на работе начальник и партнеры в отношениях родителя, подруга, один за другим разочаровывали, придираются, скованность в чувствах и уже как будто предел. Что не верится, что найду счастливые отношения, надежных друзей, впал в состояние зажатости, подавленности, душевного истощения, хочется закрыть шторы, закрыть дверь, спрятаться и ни с кем не общаться. Закрылась от мира, но это же неправильно, не взаимодействовать ни с кем. У меня агрессия и злость, как защитная реакция, как открыть себя для мира и не бояться, стать добрее, как доверять и какую прочитать молитву. Вы знаете, очень часто мы очаровываемся, потому что мы придумываем себе то, чего нет на самом деле. Вот это само слово «разочаровались» говорит о том, что до этого мы очаровались. Мы очень часто думаем о людях лучше, чем они есть на самом деле. И это нас подводит. Мы думаем, что у нас идеальный начальник, идеальные родители, идеальные друзья. Оказывается, что они такие же простые люди, как мы с вами. И тоже могут грешить, тоже могут ошибаться и поступать, может быть, нехорошо. И вот чтобы не было разрушения таких иллюзий, надо снизить планку по отношению к другим людям. К себе планку надо повышать по отношению к своим грехам, к своим поступкам. Планку надо постоянно повышать, чтобы мы могли духовно возрастать. А вот по отношению к другим людям нужно относиться с любовью, снисходительно. И жить будет гораздо легче. Это не значит, что нас никто больше не будет обманывать и не будет предавать. Но это уже не будет так разрушающе действовать на нашу жизнь. Мы не умеем прощать за нашей гордость, и нам тяжело это делать. Почему так происходит? Вот недавно я задумался о причинах этого. Очень часто бывает так, что мы цепляемся за что-то. Мы думаем, что вот если есть какая-то работа, то это все. Она на всю жизнь, у меня другого не может быть. Но это не так. Мир, он очень большой, и у нас может быть много разных вариантов работы. И, возможно, даже гораздо лучше, чем мы что-то себе придумали. Или бывает так, люди к храму привязываются. Начинают там чуть ли не воевать за храм. Какие-то порядки свои устанавливать. Ну, церковь большая, не нравится тебе что-то? Ну, иди в другой храм. Зачем воевать-то из-за этого? То есть мы иногда этого даже не осознаем. Но мы вот вцепляемся во что-то. Для нас это слишком много значит. Господь, может быть, нам и показывает, что пойми, ты слишком много внимания этому уделяешь. Есть гораздо более важные вещи в жизни. И не стоит так цепляться за что-то. Вот если мы научимся не цепляться, легче отпускать людей в своей жизни, какие-то события, то нам будет легче жить. Мы не будем мучиться. Вот это надо четко понимать, что мир, он очень большой, и в нем много людей, много возможностей. А мы себя ограничиваем. И нам кажется, что вот где мы сейчас с вами есть, вот это все. Это вот самое важное. Да не так. Мир, он огромный. И Господь нам постоянно дает возможность. И иногда через какие-то такие события Господь нам показывает, что, ну, может быть, с этим человеком уже пора прекратить отношения. Я не говорю о семье, а, допустим, о коллегах по работе, о друзьях. Потому что мы меняемся. И когда мы живем без Бога, у нас одни интересы. Когда мы приходим в церковь, то меняется круг общения. Наши отношения ко многому меняются. И мы понимаем, что уже нам не по пути с этими людьми. И мы продолжаем вроде как с ними общаться. Но вот и возникает конфликт. А может быть и не надо себя заставлять? Зачем себя мучить? Если уже эти люди живут по-другому, ну и пусть, может быть, живут. То есть нам нужно учиться легче отпускать. Самим не надо навязываться к кому-то. Но всегда можно найти людей, с которыми нам будет интересно. С кем мы сможем пообщаться.